Привет, народ! Продолжаю, скажем так, доводить до ума. Ножи присланные, то есть этот нож нужно затащить. Кершу Скамп, если не ошибаюсь, моделька 2710. Если с английского перевести, то это типа негодяй, бездельник, что-то такое, да? То этот нож нужно затащить, ну и также разобрать и смазать форму для более легкого хода клинка. Запоминайте, как сейчас открывается нож. Ход такой, ну честно скажу, мягкий, эластичный, но туговатый, то есть здесь стоят уже фторопластовые шайбы, поэтому сейчас я это все хозяйство разберу, натру формом, ну и уже буду дальше точить. Кстати, что хотел сказать, что вот тряпочку, на которой я это все хозяйство натираю формом, я каждый раз не меняю, использую одну и ту же. Здесь уже форма напитана, то есть в принципе как бы можно эту тряпочку свернуть и перебросить вот в коробочку саму, в баночку с формом. Если нет, то как бы я ее просто вложу отдельно, у меня есть отдельное место для нее, вложу ее отдельно, но как бы все, буду разбирать и мазать формом. Натру нож формом, потом дальше наточу, ну и покажу, что получилось. Пока все. Так, продолжаем. Нож я только что разобрал, натер смазкой форума, обработал и собрал. То сейчас как бы нож летает, никаких люфтов даже на уровне интуитивных, на уровне ощущений даже. При этом нож летает абсолютно без проблем. Такой интересный ножичек, очень тоненький, мне понравился. Я думаю, хозяин будет доволен. Смазка форм творит чудеса. Так что как-то так. Ладно, буду точить дальше. Пока я тут занимаюсь ножом, пришла вот такая интересная эсэмэска. Ну, в принципе, не эсэмэска, а сообщение. То есть давайте попробую увеличить это все хозяйство. То вот сейчас человек ждет ответа, да, но ответ внизу, то есть. То есть я спрашиваю, на Украине ли это? Ну, человек принимает сообщение только из своего списка. То, если вы себя узнали, меняйте настройки в квипе, потому что ничего больше не получится или в асекью. Ладно, буду точить дальше. Так, закончил я точить кершика. Совсем чуть-чуть можно поправить его на пасте. Ну, вот я думаю, достаточно. Баллистольную процедуру его провести. Баллистоль я ни в коем случае на шайбе не лью. Там у нас форма работает. Баллистолом я просто вытираю клинок. Он очень хорошо очищает грязь. Просто капаю на клинок, пальчиком это все размазываю, вытираю остатки пасты и протираю тряпочкой. Ну, вот и все, в принципе. Тут я тетеньке ножи тащил, как бы что. Осталась бумажечка. На ней проверим, да? Тут, в принципе, заточка проблем нет. Давайте попробуем рассмотреть на то, что получилось. Разводы от баллистола остались. Вон она камера. В общем, вот так вот теперь это выглядит. И точно такой же подвоз с другой стороны. Чуть-чуть есть неровность в этом месте, тоненький. Вот такой. То есть здесь толще, здесь тоньше. Но это косяки клинка. Китайцы чуток перемудрили. Если закрыть шторку, будет лучше видно, наверное, да? Ну, вот как-то так. Бутылочки нету, чтобы проверить, как этот нож разрубит бутылочку. Ну, как бы, этот ножик пока отлаживаем в сторонку и берёмся за вот эту вот шаблю, как хозяин её назвал. То здесь пересыпил я на низ вот эту липучку и сделал её так, чтобы, ну, на эту сторону она была, чтобы открывать было удобнее. Ну и теперь буду убирать вот эту линзу и делать обычную заточку, а потом чуть-чуть-чуть скруглю это всё дело в линзу. Просто, что здесь, ну, если так получится показать, то линза здесь, как бы, подводы ужасно короткие и сведение ужасно толстое. То есть здесь сведение вот в этом месте около миллиметра полтора, наверное. То поэтому резать этот нож, ну, фактически не будет. Поэтому нужно, нужно его будет перетащить. Как бы, переспускать я его не буду уже, да, потому как, ну, изделия закончены. То просто сделать аккуратненький ровный подвод по всей длине его, чтобы всё было красиво. Ну и, соответственно, чтобы нож резал, кроме того, что его можно повесить на полку и он будет красиво смотреться, чтобы он резал. Всё, буду заниматься заточкой этого ножа. Ну, пока всё. Вот в принципе и всё. Листика 4. Мне самому интересно, чем всё это закончится. На ноже 18 градусов на сторону заточка и на 23 микроподвод, потому как нож подразумевает шкурная работа. Нож должен быть одновременно и острым и одновременно держать режущую кромку. То есть, соответственно, можно было его сделать 15 градусов, но смысла от этого не было бы. Уперевшись первую косточку, нож бы сел абсолютно. Ну вот, в принципе, чего и требовалось доказать. Ну как бы, я думаю, вопрос можно считать закрытым. 5.40, я до 6 работаю. В общем, где-то часиком в пол седьмого пойду это всё хозяйство отправлю к хозяину. Так что, как-то так вот. Всё, пока-пока. Совсем забыл показать, как выглядит нож уже переточенный. То есть, вот такие вот подводы. С двух сторон подводы симметричные. Итак, продолжаем, как выглядит нож переточенный. Здесь у нас получаются вот такие вот подводы. Их не было, была линза. С этой стороны такой же подводик симметричный. Ну, в принципе, нож острый. Я только что проводил и срезал по ножу. В принципе, нож острый. То, как бы, он должен оставаться агрессивным, иметь агрессивный довольно рез. Поэтому, как бы, я не стал заполировать режущую кромочку совсем уж в зеркало. Ну, потому что нож подразумевает шкурные работы. Поэтому должен оставаться одновременно и острым, и одновременно хорошо удерживать остроту должна режущая кромка. Ну, в принципе, как бы все. Несу нож на новую почту и отправляю в хозяина. Все. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...